Всем привет, меня зовут Настя и сегодня у нас с вами будет обзор на горячие новинки, а конкретнее это коллекция RomCore от бренда Beauty Bomb, лицом которой стала блогер Ава Мелисса. Я не уверена, что это коллаборация с ней, потому что Beauty Bomb часто берет каких-то блогеров для того, чтобы сфоткать их для баннера, но при этом это не является коллаборацией в прямом смысле слова. То есть блогер не разрабатывает продукты, а просто участвует в фотосессии и представляет своим тематическим образом коллекцию от данного бренда из Magnit Cosmetics. Но теперь и в Золотом Яблоке, кстати говоря, тоже бренд продается. Я купила почти все из коллекции за свои денежки кровные. Потратила я на это 8500 рублей и еще 420 вообще-то. И это при том, что я купила не все продукты. Я пропустила некоторые оттенки помад, блесков, не взяла ничего для тела, типа хайлайтера или какой-то там шиммерный был бальзам. Я не стала брать никакие бальзамы для губ, маски, которые не дают никакого видимого эффекта вот прямо сейчас перед камерой, потому что я не вижу в этом смысла. Но у нас в этом обзоре будет вообще все остальное. И CC-кремы, и консилеры, и палетка хайлайтеров, аквалайнеры, и палетка теней, конечно же. Я даже взяла вот эти вот кремовые тени, которые в шайбе, и протестировала все это на стойкость. Сделала несколько макияжей, и в конце ролика будут свотчи на все продукты для губ просто отдельно. Такой нарезочкой под музыку я нанесу все карандаши, все оттенки блесков отдельно друг от друга, чтобы вы понимали, что каждый продукт из себя представляет. Мне кажется, что это довольно удобно, потому что в процессе макияжа нанести на себя все-все-все не представляется возможным. Поэтому вот так вот. И, кстати говоря, в сегодняшнем макияже я использовала кое-что из этой коллекции. И это, да, это хайлайтер, он очень красивый, и там их целых три штуки в палетке, и все очень классные. Но обо всем узнаете подробнее буквально через несколько минут после того, как я вам кое о чем расскажу. Я не знаю, заметили ли мои постоянные зрители или нет, но я все-таки смогла сбросить пару килограмм, и это сильно отразилось на моем лице. Но знаете, что очень увлекательно? Наблюдать за своим весом и полностью его анализировать с помощью умных гаджетов. А конкретнее у меня уже несколько лет, по-моему, года два, может быть, даже три, стоят весы от бренда P-Cook. И вот статистика с моего телефона, чтобы вы понимали, что я реально постоянно ими пользуюсь. И здесь очень прикольно все расписано. И теперь взвешивание не кажется мне чем-то страшным, но очень увлекательно посмотреть, что конкретно изменилось в твоем организме. И сейчас я расскажу вам об еще одной очень классной штуке, и это будет новинка от бренда P-Cook, зубная щетка. Модель называется T1, у меня вот в таком красивом синем цвете. И это умная зубная щетка с искусственным интеллектом. Щетка очень эргономичная, имеет оптимальный вес и классно лежит в руках. В наборе есть две смены насадки, которые идут вот в таких вот чехольчиках, и их очень удобно брать с собой куда-либо. И, конечно же, у зубной щетки есть свое приложение. Подключение щетки занимает буквально пару минут, работает она по Bluetooth. Также здесь есть анкета, которую нужно заполнить для режима искусственного интеллекта, который, учитывая все ваши особенности, сделает чистку зубов максимально комфортной именно для вас. Сразу после нажатия на кнопку включается умный режим с искусственным интеллектом. Далее стандартный режим, бережный режим и режим отбеливания. Звуковая щетка P-Cook производит до 42 тысяч пульсаций в минуту, отлично вычищает загрязнение и разрушает зубной налет. А специальные ромбовидные щетинки Dupont аккуратно массируют десны, не повреждая их. У меня это вообще больная тема, кровоточивость десен, моя постоянная беда, и сейчас я с ней попрощалась. Итак, какие же у меня впечатления спустя несколько дней после начала использования данного умного гаджета? Давайте посмотрим на приложение, и первое, что мы здесь видим, это результаты последней чистки. Конечно же, я всегда чищу зубы на все 100%. Если после окончания чистки я вижу, что цифра не идеальная, например, как на этом скриншоте, то я, конечно же, дочищаю до самого победного конца. И в этом есть определенный азарт, потому что, ну, как-то некрасиво оставить зубы очищенным на 70%, согласитесь. Хочется, чтобы они были в идеале. Поэтому каждую чистку я обязательно мониторю и смотрю, где конкретно я не дочистила. Вы, наверное, заметите здесь надпись, что одна чистка была не очень. Я вам сейчас расскажу, почему. Потому что мой муж заинтересовался данным устройством, включил его, покрутил в руках, и чистка запустилась. А зубы-то он не почистил, поэтому у меня стоит оценка очень плохо. Он просто испортил мне статистику. Кстати говоря, это отличный способ узнать, строгал ли кто-то вашу щетку вне вашего ведома. Я вот узнала. И мало того, Миша сказал, что ему тоже надо. И как раз у него будет отличная возможность воспользоваться моим промокодом, о котором вы узнаете буквально через минутку. В приложении есть вкладка «Тренер по чистке», который на первых порах будет вам помогать и расскажет о том, как же все-таки правильно чистить зубы и пользоваться зубной щеткой от бренда Picoke. Встроенный в эту зубную щетку акселерометр отлично отслеживает нахождение зубной щетки аж в шести плоскостях и определяет точное положение в полости рта. И, соответственно, зубная щетка под вас подстраивается в разных областях. Частота движений разная, и благодаря этому достигается максимальная эффективность от чистки зубов. Лично мне очень нравится смотреть на всякие статистики, что-то анализировать, как вы уже поняли, по истории с весами. И поэтому для меня такая рутина, как чистка зубов вот этими вот хаотичными движениями, обычно зубной щеткой превратилась в какой-то очень интересный экспириенс. Зубная щетка Т1 работает от аккумулятора, и заряда хватает на срок до 180 дней. Но если вдруг так вышло, что вам срочно нужно почистить зубы, а зубная щетка у вас спустя полгода все-таки разрядилась, то можно просто воткнуть ее в сеть на пару минут, и этого хватит для одной чистки на 100%. Со всем ассортиментом бренда можно ознакомиться на сайте picook.ru, а я, ребята, дарю вам промокод на 30%, вы представляете, 30% от стоимости на сайте. Промокод простой, нами, он у вас сейчас на экране, и также будет написан внизу в описании под видео, вместе со всеми ссылочками. Повышенная скидка работает в течение одной недели после выхода данного ролика, так что, ребята, торопитесь, 30% все-таки, ну, не хухры-мухры вообще-то. И, кстати говоря, это будет еще и классным подарком, так что, ребята, переходите по ссылке в описании и присмотрите что-нибудь себе или близким. И заботитесь не только о своем здоровье вместе с picook. Ну, а теперь, ребята, не смей вас больше задерживать, и давайте же скорее переходить к основной части этого видео. Ну, что, мои хорошие, первый макияж сегодня будем просто тестировать все подряд, а завтра сделаем за тест уже на целый день. Время сейчас просто 9 вечера, я целый день бегала по всему Красногорску, собирала всю эту косметику. Я без макияжа абсолютно, мало того, еще и сделала себе пару красных нюансов, которые никак не исчезают, хотя я 2 часа уже жду, пока что-нибудь там, ну, как-нибудь успокоится. Но нет, видимо, не сегодня, поэтому нам будет что замазать консилером и сиси-кремом из этой коллекции. Давайте же скорее это сделаем. Я аккуратненько вот такой по шовчику все разрезала, чтобы наклейки никуда не делись, потому что по классике, нигде на упаковке, нет названия оттенков, вообще ничего нет, поэтому я сохранила их хотя бы временно. Итак, консилер у нас в оттеночке номер 02 Golden Tan. И, конечно, здесь такой загарчик, что он, мама, не горюй, да? У Beauty Bomb, как всегда, два оттенка, очень светлый и чуть-чуть более темный. Мне, конечно, совсем светлый не подходит, поэтому я в 02 оттеночке и консилера, и сиси-крема. Вот этот вот моментик мы тоже попытаемся перекрыть. И вот этот тоже. Да и вот этот вот, впрочем, тоже надо бы. Извините, ну да, сегодня на прыщавом настроении. Понервничала, посидела, поковыряла себе там все вот. Я еще сегодня утром не подозревала, что буду снимать этот обзор. Но кто же знал, что жизнь ко мне и так повернется этой стороной? Я беру кисть Lil B от Небледный и начинаю растушевывать консилер. Я наношу на зону под глазами и там, где это необходимо. Ну, кстати говоря, перекрывают очень даже достойно. Смотрите, помните красную точку здесь? А вот здесь вот мне интересно справиться ли. Жесть! Давайте поближе вам покажу. Смотрите, ну остался как бы рельефчик. Ну и вот самая вот эта красная точка. Но я считаю, что это очень хорошо. Смотрите, у меня прям шишка там, да, такая надутая. Но цвет прям вообще идеально подошел. Перед макияжем глаз я всегда наношу базу для стойкости под тени. У меня это база от Urban Decay. Немножечко, конечно, не тот с новой сегмент, который у Beauty Bomb. Но что поделать, если это мое любимое средство для того, чтобы макияж на глазах держался целую вечность. В этой коллекции очень классный карандаш для бровей. Вообще, сегодня, когда была в Магните, я все снимала в свой Телеграм-канал. Поэтому, в принципе, все, кто подписан, уже все посмотрели. Все свочи там показала, вообще стояла. Просто разложилась на всю Ивановскую. И, в общем, консультанты были немножко от меня в шоке. Но зато я посмотрела все продукты и выбрала самое интересненькое для себя. Конечно, я купила не все оттенки всех помад, потому что это вообще нахрен не надо, честно говоря. Просто посмотреть текстуры и вот это вот все. Но, например, сводчик карандаша в оттеночке номер 01, который мне не подходит, поэтому я его не взяла, можно также видеть в моем Телеграме. Палеточка, она с зеркалом. О, матери божья! Это что, можно краситься в нее? Короче, здесь очень тонкое лезвие. Оно реально очень тоненькое, выкручивается вот таким вот образом. И это прям супер. Насколько ненавижу карандаши для бровей? Как раз таки потому, что в основном они очень жирно рисуют, но здесь явно такой проблемы не будет. Я сперва прорабатываю нижнюю границу, а потом уже внутри брови дорисовываю волоски. Слушайте, два движения, какая прелесть. Ну, конечно, надо еще сверху немножечко порисовать. Это очень удобная форма, идеально острая. Так хорошо нарисует, что я немножко перестар... чуть-чуть перестаралась. Беру щеточку, она, благо, здесь тоже есть, и ей подрастушевываю оттенок, чтобы он не выглядел так темно. О, другое дело, смотрите-ка. Слушайте, ну хорошечно, ну реально хорошечно. Что это за бровь вообще? Ну, слушайте, прикольно, на самом деле, мне нравится. Просто сравните две брови, мне кажется, что у этой большие проблемы по сравнению с левой. Ладно, мне не кажется, у нее реально проблемки. Начинаем также с нижней границы. Вот и все, вот и нет никаких проблем. Слушайте, вот я вставлю просто на ускоренном, без монтажа, просто ускорю момент, где я прорисовываю себе эту бровь. Это заняло реально две секунды. Да, они выглядят как будто бы они разные, просто я немножко асимметричный человечек. Но карандаш справился со своей работой просто потрясающе. Это вообще супер. Оттенок, возможно, чуть-чуть темноват. Я бы, возможно, хотела бы, ну так, чисто вот мои фантазии влажные, чтобы в линейке было три цвета, потому что первый очень такой, я бы даже сказала, что желтоватый. Этот довольно темный. Вот что-то можно вот среднее, вот такое что-то средне-коричневое. Ее было бы просто идеально. Но я довольна карандашом. Это было очень легко и совсем непринужденно. Слушайте, одна у меня такая поднятая, вторая прям прямая. Треш, конечно. Я немножечко добавила здесь тоже уголочек на подъеме, чтобы у них, у обеих был сгиб, потому что эта бровь, она реально просто прямая. А здесь я сделала себе нижнюю границу чуть пониже. Короче, вот почему я люблю оформлять брови только гелем и зачесывать их наверх, потому что, ну, как будто бы это все стирается. Но если делать их графичными, то нужно просто вырисовывать. У меня очень-очень разные, они просто по форме изначально. И реально сделать их красивыми и более-менее одинаковыми, это та еще задачка. Набираю немножко консилера на кисть с ровным срезом и убираю излишки карандаша, если они у меня есть. А, они у меня есть. Вот этот моментик еще могу немножечко перекрыть поплотнее. Это очень смешно, просто шишка под бровью. Гель для бровей называется Токсик. И он у нас в объеме 4,5 мл. Давайте сравним с предыдущими гелями от Beauty Bomb. Блин, ну здесь не написано, к сожалению. А, здесь вообще 9 мл. Это коллекция Supernatural. И в этом тоже 9,5. А здесь, прикиньте, 4,5 мл. А в предыдущих коллекциях по 9. Надо посмотреть будет на цены, насколько они отличаются. Ну, что ты не поняла? Это что такое вообще за грабеж средь белой дня? Всего лишь в два раза уменьшили объем. Ну ладно, может быть гель какой-то супер крутой. Мне в принципе нравятся гели Beauty Bomb. Они неплохо держат. Да, они не делают мне эффект ламинирования, как я это люблю. Но в принципе направление с помощью них можно задать совершенно спокойно. Слушайте, он как будто бы, да, он как будто бы чуть более вязкий, чем предыдущие вот эти гели. И походу им прям можно такой залезон конкретно сделать. Прикольно, кстати говоря. Просто посмотрите. Это реально очень круто. Единственное, что сейчас стало видно, что у меня, конечно, с карандашиком косяки где-то вылезли. Поплешинки где-то видны. Я их нивелирую. Гель сработал очень круто. Вот что я могу сказать. Реально внезапно. Я удивлена прям серьезно. Хотя, подождите-ка, вот сначала все прилипло к коже, а сейчас, смотрите-ка, отлипло. Но нет, все-таки ламинированием здесь не пахнет. Здесь фиксация довольно быстрая. Сам по себе гель вязкий такой достаточно. Но я все сравниваю с гелем Пусси, серьезно. И этот все-таки проигрывает. По моим, по крайней мере, критериям. Давайте посмотрим, что нам предлагает вообще палетка. Что здесь по матовым оттенкам? Здесь их, я вижу, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все остальные сияхи. Мне, конечно, интересно сделать сегодня два разных глаза. Завтра уже что-нибудь целостное такое. Так что я бы на сегодня взяла, например, оттенки какие-то. Ну, типа флирти. Вот мне интересен фиолетовый. Также мне интересен, наверное, темный. Что-то черный, что-то нет. А, кстати говоря, вот это вот как будто бы матовый с блестками. Давайте мы его посвочим. Кстати, тени мягкие довольно неплохо свочатся. Матовый с большим количеством блесток, которые при трении улетучиваются. Классный матовый, кстати. Очень красивый цвет. Я такое люблю. Хотя, слушайте, нет, они не улетучиваются. Они как будто бы еще глубже въелись туда внутрь. Не знаю, видно вам или нет, он все-таки немножко отливает. Сейчас я переключусь на макрообъектив, чтобы мы смогли с вами рассмотреть макияж глаз во всех подробностях. Я здесь тоже аккуратненько, ну, насколько могла, срезала наклейки, чтобы мочь открыть. Значит, оттенок называется PyGirl. 01 оттеночек. Сочи все я делала в своем телеграм-канале. Опять же, такой вот он симпатичный. Я бы, наверное, хотела сделать его на весь глаз. Я прям вот так со стика наношу его себе. Посмотрим, как сейчас будет растушевываться. Может быть, у нас от этой подложки, господи-то, боже мой, ничего и не останется. Немного, да, как бы, пигментации у нас. Наслаивать такие продукты до бесконечности нельзя. Это может дать нам нежелательное скатывание как раз-таки. Но мы еще один слойчик-то попробуем сделать, чтобы хоть как-то реабилитировать эту всю историю. Потому что пока прозрачненько. Работаю я кистью Белла от Небледной. Мне вот знаете, что интересно? Давайте мы сейчас быстренько натушим складку. И я нанесу прям вот на эту подложку сияху какую-нибудь. Ну вот мне интересно, конечно, взять что-то... Давайте посвочим, что ли, чтобы понимать. Белесый оттенок у дуохрома у нас в желтых, видите? Также есть вот такой вот дуохромчик. Но это, конечно, не мультихрома, это дуо максимум. Из голубого фиолетового, а этот из желтого... Ну, из золотишка такого, да? Из белого золота в фиолет. Так, выше оранжевого оттенка сводч, кстати говоря, очень симпатичная штучка. Но чем-то напоминает вот этот оттенок, да, согласитесь? Ну, они, конечно, разные немножко, но насколько это немного вообще критично. Кстати говоря, в рефиле он выглядит вот так вот, если что. Вот мои пальцы. Слушайте, ну вот эти вот фиолетовые-золотые как будто бы примерно одинаковые, скажите. Хотя они выглядят, но, извините, вот белый и вот этот вот бежевый. Совсем не похожи. Такая вот лавандочка есть. Ну, тоже какой-то дуохромчик голубо-фиолетовый. Ой, ладно, надо все, короче, смотреть на глазах, так ничего не понятно. Я беру кисть от Manly Pro 58 и набираю фиолетовый оттенок. Тушую им со внешнего уголка складочку. Ну, кстати говоря, даже на подложке он не так хорошо работает, как мог бы. Вот так вот вроде плотно, но при растушевке... А растушевка нам все-таки нужна. Не знаю, дымочки плавные не получаются. Набираю еще немножко и наношу выше складки, выше места, где у нас была подложка. Тут он совсем прям прозрачно ложится. Ну, ладно, окей, это не самый худший вариант, в принципе. Давайте нанесем, ну, напрашивается вот такая сияха, фиолетовая. Я нам в прошлом видео с обзором коллекции Юфу наругали, что надо эти сияшки что-то пальцем наносить. Ну, окей, пальцем так пальцем, как скажете. Сиять что-то, да. Дуохромчика не видать особо. Такой просто красивый металлик, фиолетово-серебристо-голубой. У меня еще есть вот такой вот спонж, имитирующий палец. Можно им попробовать тоже пораспределять немного. По крайней мере, в местах, которые я пальцем не могу зацепить. Ну, я все-таки помогаю себе подрастушевать кистью плоской. Немножко подраскидать блестки. Выглядит нежненько, симпатично. И это, наверное, фаси или фуси. Давайте загуглим, что такое фуси. Может быть, оно какое-то неприличное, но мы все равно загуглим. Во-первых, произношение. Фуси. Фуси все-таки. Фуси это бычурный, но, в принципе, подходит под этот розовый цвет. Давайте мы нанесем его вот так. Слушайте, а неплохой, ну, пока что неплохой цвет. Делаем им такую стрелочку немножко. Уголочек оформляем. Ну, все-таки, да, вынуждена констатировать, что в местах, где лаванда у нас была без подложки, там вообще грусть, печаль, тоска. Я скажу честно, от палетки, от этой, как и от Юфо, вообще никаких ожиданий у меня нет завышенных. Ну, вот розовый вроде ничего такой. Немножко наслаиваю еще лавандочки. Может быть, это как бы и норм. Ну, не, бьюти-бомб, они видно, что растут. Как бы у бренда реально очень большой прогресс. Ну, по крайней мере, в моих глазах, да, насколько я могу об этом судить. Я, конечно, делала обзор не на все коллекции, но все равно отслеживается тенденция в лучшую сторону. Коллекция Dark Academy мне, в принципе, понравилась. Там много было прикольного. И вот коллекция Юфо. Тоже неплохая продукта. Просто все немножко такие, ну, без какой-то изюминки, кроме этих карандашей мультихромных. Но в целом-то качество, ну, оно неплохое, правда. Брови, кстати говоря, держатся, ну, не так хорошо, как я думала, что они будут держаться. Вот честное слово. Как-то все слиплось, что ли. Даже хочется их немножечко подрасчесать, потому что они стали какими-то сосулями. Ну, в общем, я думаю, на этом уже стоит остановиться, потому что лучше, наверное, не будет. Хочется, конечно, мне наслаивать, наслаивать, чтобы это было поярче. Потому что я вижу, что, как бы, попытка сделать пигментированные тени, она присутствует. Но при растушевке вся эта иллюзия, она куда-то ускользает. Я возьму оттенок Блонди. Вот этот вот светленький на кисть Пони Рома. Немного подрастушевываю блестки вот на розовый цвет. Я думаю, что можно какую-нибудь блестючку, например, бирюзовую вот эту вот, аквамарин. Посмотри, что я сделала с рефилами. Я созданула его когтем. Ну, вообще, совершенно не мудрено вот этим. Вот оттенок аквамарин бирюзовый. Я набираю на кисть Рефер под номером 03. Натираю. Наношу... О, кстати говоря. Наношу вот так. От внутреннего уголка. Кстати, очень хорошенький цвет. Металлик прям такой яркий. Наношу прям по нижнему веку. Так раскладываю активно. Вот у нас сияющая нижняя века. Кстати, ни одного карандашика для глаз не выпустили. Выпустили пять оттенков для губ, но ни одного для глаз. Так вот мягенько оттушевываю, как будто бы это все дело. Давайте немножечко соединим оттенком фуси все-таки. Так вот. Проведем как бы продолжение стрелки в нижнее веко. И смешаем с аквамарином. Мне кажется, будет симпатично. Ну, слушайте. А очень здорово получилось. Вот эта вот бирюза, она прям соединила. Нам весь макияж сделала. Очень классно, красиво. Прям появилась какая-то изюминка. Я, конечно, посмотрела на свой макияж в кружочке в Телеграме. Сейчас маме записывала сообщение. И я вижу, как плешиво это все-таки смотрится. Хочется вот хотя бы, чтобы розовый на внешнем уголке смотрелся плотно. Я его давайте просто на слою набью. И не буду тушевать. Ну, а как мне с ним быть? Что-то типа такого сделать. Только самые границы аккуратненько. Но это, конечно, танцы с бубеном. Это мне уже не нравится. Когда начинается... Ой, я буду аккуратненько там наслаивать, тут подтушевывать. Да хочется, чтобы было как с нормальными обычными тенями. Я вот прикладывающими движениями... Какие в жопу прикладывающие движения? Блин. Мы делаем макияж. Палетка за 1300 рублей она там стоит. 1300. Но упаковка здесь явно столько не стоит. Могли бы качество положить уже в конце концов. Злюся. Ребята, я немножко злюся. Уже все. Вот, начинается бешенство матки. Так, все ладно. Я от этого места отстаю. Лучше уже не будет. Это точно. Сколько у меня посыпалось под глаза. Это жесть, конечно. Второй глаз начну с оттенка Wildcat. Натираю на кисть Китти. Интересно, отек нам позволит сделать нормальный макияж? И блестки в этом оттенке. Ну, просто цвет очень красивый. Я бы хотела, чтобы он, ну, как бы хорошо тушевался. Потому что он реально очень классный. Но почему-то блестки с него не улетают упорно. Сложно, конечно, делать себе оттенки. Слушайте, это очень сильно блестит. Это что, сияшка, что ли, все-таки больше? Блин, это очень стрёмно выглядит. Такой рельеф прям сильный. Но давайте мы постараемся от этого абстрагироваться немножечко. Странно, что не улетают блестючки. Обычно в таких цветах это так работает. Но я хочу наслоить, конечно, немножко в складку. Видимо, это как сияшка на веку все-таки. Потому что с таким количеством блесток мне не очень нравится, как это смотрится в моменте построения формы глаза. То есть вот это вот очерчивание складки, это же для того, чтобы мы подчеркнули какую-то анатомию. И с блестками это выглядит не очень хорошо. Форма должна строиться матовыми тенями все-таки. Я как бы приверженец такой культуры. Но с блестками это смотрится, ну, немножечко как-то... Ну, хотя в целом норм. У нас же, в принципе, и здесь блестки попадают на матовые тени. Поэтому можно это по-разному рассматривать. Далее оттенок саботаж. Вот этот коричневый или черный он все-таки. Сейчас узнаем. Можем начать... Так, нет, ну он явно коричневый, а не черный. Но я бы, честно говоря... Блин, я на нос себе мазнула. Я бы удивилась, если бы в такую палетку положили бы черный. Хотя, с другой стороны, это было бы немножечко такой эмакор. Но коричневый меня более чем устраивает. Я немного помогаю себе бочонкам в моменте пересечения этих цветов. Пустой кистью подсмешиваю их. Вот видите, на изгибе блестки выглядят странно. Потому что блестки еще больше подчеркивают все вот эти объемы. А здесь это мне совершенно не надо. Потому что объем у меня там как раз-таки очень даже лишний. Но я очень ювелирно тушую. В принципе, проблем никаких нет. Завожу коричневый поглубже в складочку, чтобы хоть где-то у меня был матовый цвет для очерчивания формы глаза. Честно могу сказать, что я была уверена, блесток не будет. Блин, а знаете, что у меня есть? У меня же есть это сиях, которая типа пигмент в баночке сияющей, представляете, купила. Там было такое золото прям яркое. Вот, блин, его бы сюда на самом деле. Но я решила, что золота не хочу. И взяла вот такой вот оттенок. Он какой-то вот такой вот коричневый, немножко фиолетовый. Это интересно, что это типа как у Color... Ой, это очень кремовая штука. Посмотрите на нее. Это прям крем-крем. Но это неплохо. Но будет ли это нормально держаться? Давайте мы хотя бы свотч сделаем. Не факт, что я это сейчас нанесу. Но свотч мне очень интересно. Это очень-очень такая жиденькая, я бы даже сказала, текстурка. Но оттенок не самый интересный, как я сейчас вижу. Просто тестеров на него не было. Мне кажется, даже яркое золото было бы прикольно. На такой, знаете, состаренное, с зеленцой аж там было. Давайте это, может быть, оставим на завтра. Ну или сделаем какой-нибудь быстрый мейк. Нанесем, не знаю, протестируем попозже. Сегодня я хочу сияхи посмотреть из палеток. Я еще не протестила последний оттенок. Pink Rave, кстати говоря. Как будто бы он самый симпотный. Он у меня вот полосочкой здесь. Что-то они как будто бы какие-то все примерно одинаковые. Но если те с фиолетовым, то этот прям с розовым. Давайте его нанесем. Вот на спонж сразу его натираю. Вот так вот. И наношу. Ну да, он прикольный. В чем прикольные эти спонжики? Тем, что они вообще не забирают никакой продукт. Ну, как бы не впитывают его в себя. И, по сути, отдают все, что вы набираете. Какой-то слой, конечно, на этом спонжике остается. Но он совершенно не сопоставим с тем, что забирает в себя кисть. Блин, ну как выглядит ужасно сияние на моем объемчике. Ну, этот момент не отменяет того, что тени неплохо сработали, если честно. Ну, нет, что-то я вижу, конечно, да. Вот, например, на стыке коричневого с оранжевым могло бы быть и получше. Но в целом оба оттенка по отдельности сработали неплохо достаточно. Мне здесь тоже хочется похимичить со светлым матовым блонди, чтобы этот момент как раз-таки немножечко снивелировать. Ну, кстати говоря, блонди отлично смягчает, что на том глазу, что на этом это хорошо заметно. Чуть-чуть получше все-таки стало на мой вкус. Я бы нанесла оттенок Crush, в который я когтем залезла, на внутренний... Подождите-ка, он такой голубой. В рефиле он фиолетовый. О, слушайте, это прикольный какой-то доохромчик будет. Ну, посмотрим, мы в подъезд выйдем. Там самое крутое освещение. И в нем мы точно увидим все переливы, которые здесь есть. Я думаю, что с глазами, в принципе, покончено. Меня так бесит эта четкая граница розового цвета. Это просто трэш. Можно я все-таки немножечко ее здесь постараюсь убрать? Ну, как-нибудь чуть-чуть натянуть на вот сияху, чтобы было не так четко, блин. Берем CC-крем Rich Witch. Вообще, что такое CC-крем? Это вроде бы то, что подстраивается под цвет кожи, если я не ошибаюсь. Я не люблю работать спонжем, мне удобнее кистями сразу все делать. Так, я ожидала, что оттеночек будет посветлее, возможно. Мне, конечно, такие тонкие и влажные крема не совсем подходят, потому что моя кожа жирная. В принципе, нормально выглядит, как обычный влажненький такой тональный. Я вижу, что у меня где-то пятнышки какие-то. Это все дело не совсем перекрыло. На одной части лица мы сделаем комбо из этого бронзера и румян, а на вторую нанесем муссовый. Они в таких маленьких рифильчиках. Для бронзера я беру кисть из полярной лесы от Manly Pro под номером 145. Тут есть какой-то мелкий шиммер такой. Стряхнем от греха подальше. Ну, оттеночек неплохой. Мне кажется, что он для белоснежек может тоже неплохо зайти. В один слой я уже наслаиваю второй. С первого прикосновения мне оттенка категорически не охватило. Слушайте, очень даже здорово, очень даже симпатично. Я так понимаю, что шиммер здесь, он не для буквального сияния, а для того, чтобы легче все это распределялось. Разница, да? Без ничего и с бронзером. Теперь берем мусси-фуси. Это у нас муссовый бронзер, и он реально легко проминается пальцем. Мне кажется, что вот такая кисть от Manly Pro плотно набитая хорошо справится с кремовым продуктом такого плана. Набирается не очень много. Вот как и выглядит наш муссовый бронзер после еще даже ни одного использования, а просто набора продукта. Что-то я не поняла. А где? А где что-то? Маловато, конечно, цвета. Но это тоже более рыженький такой как будто бы. Ну и гораздо более легкий, очевидно. Давайте я наберу пальцем и перенесу вот таким образом. Особо сильно ничего не поменялось. И вот у нас муссовая текстура гораздо более легкая по оттенку. Ее можно наслаивать более безопасно, чем сухую. В целом мне больше нравится вот эта сторона. Гораздо меньше гемора, и в принципе нанесение более быстрое и плотное. Вот такие вот румяны, strawberry pie. Но это, конечно, прелесть вообще. Очаровательно совершенно. Давайте зафиксируем то, как они красиво выглядели до использования. Тут какие-то блестки на клубничках есть. Вообще они, наверное, кремовые. Да, они прикольные, смотрите. Наносятся и цвет как бы вот фона, да, грубо говоря, на которых клубнички. И клубнички отдельно. Давайте их подсмешаем, посмотрим, что получится. Ну, такой оттенок получается. Я прям жалко сюда залезать кистью, но я это сделала. В принципе, не сильно-то пострадал внешний вид. Ну что, на сторону с сухим... Ой, ты... Я еще немного нанесла, если что. Ну, давайте... Подождите. Давайте мы это растушуем. Снова беру кисть из Полярной Лисы, 148 номер Manly Pro. Тушеваться мы сегодня будем или нет? Или нет, походу. Ладно, я беру более плотно набитую кисть. Это Лила, вот не бледный. И я прям агрессивно тушую. Ну вот агрессивно уже получается. Ну, в этом что-то есть. Оттенок симпатичный. Я, пожалуй, вот так вот наберу немножечко цвета. Вполне достаточно получилось. Блестки с клубничек решили прилететь мне под глаза. Я осыпание снимаю, чтобы у меня не было этих блесток рандомных на коже. Но они решили ко мне вернуться. И они не смахиваются. Ну, в принципе, оттенок румяно-симпатичный. И под этот макияж глаз как будто бы даже неплохо смотрится. Мои хорошие, в общем, я не знаю, куда-то запихнула подводку от Vivienne Sabo, которая Акробат. И там, я помните, говорила, что очень классная тонкая кисточка. Она такая же, как и Стеллари Скорпио. Так вот, Стеллари Скорпио я тоже куда-то зафигачила. Не знаю, куда. Возьму сейчас новую, открою, чтобы сравнить кисточки. Потому что у этой подводки, кажется, кисточка еще прям тоньше. Но мы сегодня в Телеграм-канале у меня провели с девочкой, которая стоит в чате. Вот ее Телеграм-канал, кстати говоря. Она к себе выложила результат нашего такого маленького расследования, что состав у подводки Vivienne Sabo, Акробат и у этой подводки из коллекции Rom-Core от Beauty Bomb совершенно идентичный. Просто один в один. Но состав с подводкой Стеллари Скорпио немножко отличается. Там буквально несколько компонентов переставлено местами. И, возможно, что-то одно новое добавлено. Но, в целом, это все один концерн. Называется он Градиент. И, видимо, они там подружески обмениваются формулами между своими брендами. Ничего плохого в этом не вижу. Спасибо, что есть какое-то изменение в виде более маленькой кисточки. Блин, а почему мне показалось, что она меньше? Подождите-ка. Как будто бы Стеллари даже тоньше. Видите? Мне почему-то прям показалось, что она такая маленькая, такая удобная. А нет, вообще один в один получается. Опять же, я не знаю, где моя подводка Акробат. Мне бы очень хотелось ее тоже поставить в этот ряд. Но, к сожалению, куда-то она запропастилась. Так вот, стрелочку я сделала себе вообще без проблем. Она отлично тоненько, красиво рисует. Все просто супер. Я довольна. И внутренняя и внешняя стрелка получились за секунду. Просто с одного движения. Так что здесь мне совершенно не к чему придраться. Если вам нравятся вот эти вот тоненькие кисточки у подводок, и у вас закончились предыдущие какие-то лимитки из Стеллари, из Вивенсабо, то вот она снова к нам вернулась. Бронзер у нас Мусси Фуси. А это Мусси Фузи. Тут такая же упаковка, такая же громовка. Все идентично. Вот такой вот симпатичный оттенок. Я плотной кистью набираю, ну, вроде повеселее, чем бронзер немножко. И на кремовую нашу сторону наношу все это дело. Ничего нету. Еще наслаиваем. Клубнички мне нравятся гораздо больше. Прям прикольные. И выглядит круто. И оттенок красивый. Но здесь, что бронзер, что румяна, это, видимо, либо только под какой-то сухой продукт, либо все-таки просто для тех, кто любит поскромнее. Сильно прям поскромнее. Ну, вот наслаиваю и уже что-то поинтереснее как будто бы получается. Но все равно достаточно бледновато. И еще четвертым слоем или уже пятым. В общем, я так понимаю, что это максимальная насыщенность цвета. Но, впрочем, оно и на пальце не особо ярко выглядит. Поэтому, видимо, это наш потолок. Ну, что ж, в принципе, выглядит неплохо. Есть же любители и такой насыщенности. Я просто из тех, кому вот такого вот маловато. Однако, по такой яркий мейк пусть остается так, как есть. Так, теперь у нас наша пудра, которая ни разу не похожа на Givenchy. О, нет, вообще, даже не сравнивайте их. Вы что? Это малышка, в которой находится 5 грамм продукта. И здесь у нас есть вот такая вот пуховочка. Мы ее изымаем. И вот, пудра разных оттенков. Я так понимаю, что логичнее всего будет их смешивать. Потому что, если этого не сделаю, то, возможно, получатся странные оттенки на коже. Посмотрим, что получится, если их все вместе нанести одновременно. Тут есть пленочка, пломбочка. И я пытаюсь ее ликвидировать. Но это выглядит миленько. Я люблю переспать продукт в крышечку. Поэтому делаю вот так. Вот такой вот у меня улов. И начинаю проходиться под глазами. Это у меня так сиси-крем, что ли, лег. Подождите-ка. Так, мне это не очень нравится, как выглядит. Вот, посмотрите, как будто бы подчеркнул все, что шелушение. У меня нет шелушений. У меня реально нет шелушений на коже. Потому что у меня она очень жирная и вообще не обезвоженная. То есть у меня с кожей все нормально. Ладно, давайте возьмем более легко набитую кисть. Пройдемся ею. Ну, такой кистью норм. А вот плотная, как будто бы вместе с пудрой и сиси-кремом сделали что-то кошмарное. И следы от этого ужаса до сих пор на коже остались. Давайте здесь пройдемся, этой же кистью. Походу, это та пудра, которую есть все шансы закончить до конца. Прям до самого победного. Пока что все выглядит неплохо. Думаю, что сейчас мы накрасимся хайлайтерами. Вот этот вот синий оставим на завтра. Сегодня возьмем светлый и розовый. Беру на веерную кисть. Первый оттеночек наш самый крайний. Розовый с голубыми блестками. Давайте его сюда. Ой, какой яркий, слушайте. Неплохо. И розовая подложка, походу, тоже довольно яркая. Но на фоне румян с клубничками не так уж это и видно. Но блик, кстати говоря, очень даже приличный. Нету никакой полосы серой. Возможно, была бы розовая, опять же. Но мы этого уже не узнаем, по крайней мере, сегодня. Слушайте, ну очень даже неплохо. Ярко, здорово, супер. Вторую кисть с веерной берем точно такую же, только чистую. И набираем золотистый. Он выглядит как золотистый на серебряной базе. Ну да, все так и есть. И база тут реально серая. Смотрите, вот полоса видна при плотном нанесении. Давайте мы это все подрастушуем. Ярко, вроде даже симпатично, но будет подчеркивать текстуру кожи. И лучше не перебарщивать, потому что... Вот сейчас я нанесла очень много, и это выглядит уже некрасиво. Ну как бы блик-то достойный, но это выглядит прям куском. Нужно хорошо растушевывать. Помогу себе кистью, где были у нас румяны, кремовые. Здесь у меня 0,3 карандашик Beauty Bombas коллекции Юфы. Здесь у меня 0,2, кажется, розовенький, короче. Так, что у меня по губам? Во-первых, нужно, конечно же, нанести какой-нибудь карандашик. У меня их 5. Все оттенки я приобрела. Давайте нанесем только не первый. Первый вообще жесть. Он такой ярко-розовый. Это будет прям трэш. Давайте сегодня возьмем какой-нибудь поприятнее. Например, 0,4 оттеночек. Мне кажется, что будет вполне себе ничего такой. Это, конечно, не точно. Очень клевый карандашик. По цвету вообще пушка, кстати. Он скользит здорово. И оттенок красивый. И получается кайф. Слушайте, мне, конечно, не нравится, как выглядит CC-крем. Посмотрите, у меня все прыщи. Они все видны вообще. Ну, прям, типа, видно, что они красные. И видно, что как будто бы с них слазит прям тон. Непруха у меня, короче, с тональными от Beauty Bomb. От Influence вообще не заходит. На Стеллари более-менее норм еще есть. Но вот все остальное как-то прям не моя история. Так, что у нас будет на губах в основном? Давайте, может быть, нанесем вот такой вот блеск коричневый. Future Milf. А, блеск Future Milf. Понятно. Будущий Milf. Ясненько. Оттенок номер 03. Brown Sugar. Я снимаю этикетку. И вместе с ней снимается вся информация об оттенке и о продукте. Я думаю, что здесь должен быть плотный пигмент. Пахнет очень химозно какой-то конфетой, какой-то жвачкой. Очень такой шиммерный. Пигментация присутствует, но не такая, как я думала. Я не знаю, почему я думала, что мой плотный. Может быть, потому что все остальные помады бальзамные, полупрозрачные. И хотелось хоть чего-то, что будет давать нам пигментацию. Но, кстати говоря, довольно неплохой комбой получился на губах. Карандаш и блеск. Я люблю такие сочетания. Какой-то коричневый с розовинкой, да, как будто бы. И такой сероватый контур. Да, выглядит это здорово. Такие у меня получились два макияжа. На каждой стороне разные продукты. Но разве что макияж самого лица, скульптурирование, мне больше нравится точно на левой стороне. Но вот глаза и там, и там, в принципе, хорошо получились. Если бы не вот эта вот моя припухлость, присыпанная блестками. Я сделала жесткий свет, чтобы посмотреть на переливы дуохромов и блесток. Здесь красиво смотрится, смотрите, да, преломляется из розового золотистый такой. Здесь у нас преломление такого прям я не вижу. Давайте через зеркало посмотрим. Здесь, ну, совершенно очевидно. Кстати говоря, хайлайтер, смотрите, какая звезда. И здесь у нас, ну, дуохрома, походу, нет, здесь все-таки не подвезли. Просто такое лавандовое-голубое с серебристым свечением. Но я бы не назвала это дуохромом, конечно. Матовые после сотового наслоения выглядят достаточно неплохо. Но помним, да, что это у нас на лавандовые кремовые тени. Без них было бы, наверное, вообще печально. Кстати говоря, мне очень-очень нравится здесь внутренний уголок. Он просто, мне кажется, вывел наш макияж на новый уровень. Давайте посмотрим на этот аквамарин. Не видно дуохрома, но разве что в зеркале он какой-то более голубоватый, а на глазу зеленоватый, с желтыми блестками. Очень красиво смотрится и классно перетекает в нижнюю слизистую. Там у нас карандаш дуохромный из коллекции UFO. Ну и хайлайтер, посмотрите. Он, возможно, не дуохромит, но очень красивое, яркое, голубое свечение. Такое немножко в стиле Джеффри Старт, но, опять же, без переливов и преломлений. Но губы вообще рост, скажи, бутиков. Мне реально очень нравится эта комбинация. Выглядит здорово, я бы с удовольствием делала такое на себе почаще. Стоят... Ну как, они не стоят, они просто зачёсаны в направлении, которое я им задала. А вот пудра макияж абсолютно не держит. Сиси-крем не моя ложка мёда, и я в жизни такую носить точно не буду. Посмотрели при жёстком, ярком, классном свете. Теперь давайте немножечко вернёмся в реальность. Я вижу сейчас, что грубовато выглядит переход между розовым и фиолетовым, но как красиво блестит хайлайтер. Что здесь, что, между прочим, здесь. И как ужасно выглядит тон. Я сейчас смотрю на это и просто обнять и плакать. Единственное, что вот мне нравится, прям, то, что мне реально нравится в моём макияже, это губы, румяна и хайлайтер на этой стороне. Всё остальное вызывает некоторые вопросы. Слушайте, я не знаю, то ли я выгляжу сегодня просто плохо, то ли всё-таки макияж меня совершенно не красит. Короче, у меня закончилось место на камере, поэтому давайте я здесь-то говорю, в подъезде. Заодно и посмотрим. В общем, я поняла, что мне это напоминает палетки Love Generation. Мне кажется, что это уже, наверное, один концерн тоже, стопудово, да. Это новый бренд Градиента был, и у Love Generation примерно такие же сияхи. Да, там оттенков в палетке меньше, но они, кажется, стоят тебе рублей 600-700. Я, насколько помню, там у меня даже вот этот вот глаз получился очень схожий. Если я найду фотку, то вставлю здесь. Похожие продукты есть, похожие. Конечно, брови как будто бы я всё-таки перетемнила. Завтра я бы хотела попробовать сделать их более полупрозрачными, то есть, грубо говоря, чертить там нижнюю границу, добавить несколько волосков, потому что сейчас я их конкретно зашлиховала, и вот это, наверное, мне тоже немножечко отторгать в этом макияже, помимо плохого тона. Ничего не перекрыло, вот это вот всё видно. Румяна пудры не сдерживает, да, вот этот увлажняющий CC-крем. Ну, короче, это жесть. Румяна с клубничками классные, хайлайтеры классные. Кремовые продукты для меня слишком лёгкие по оттенку, но для белоснежек, опять же, будет неплохо. Подводка, кстати говоря, супер. Вот подводку присмотритесь, пожалуйста. Такой вот у меня чокер, кстати говоря, кто прочитает, тот молодец. Это моё состояние души, кстати, да, если кто не понял. Карандашик для губ супер, блеск отличный. В общем, пока что, знаете, 50 на 50. Давайте немножко покрутимся, чтобы посмотреть. Ой, ну, кстати, ой, ну, кстати говоря. Вот фиолетовый, это же другой оттенок, помню, да? То есть вот это вот то, что у нас в уголке, это всё ещё один оттенок. И получился очень красивый вот этот вот градиент. И здесь, опять же, никакого доохрома я не вижу, не наблюдаю. Просто симпатичная влажная сияха. Ну вот как будто бы сейчас смотрю, и вроде что-то переливается. Но когда ты так сильно рассматриваешь сияшку на наличие доохрома, согласитесь, это не норм. То есть я вот прям посмотрела, оп, она вроде голубая, а так она какая-то такая зеленоватая. Но вот что-то, знаете, всё равно очень скромненько. Вот здесь вот это гораздо явный вид. И сейчас даже, смотрите, какой-то голубой оттенок. А был он розовый у нас золотистый, да? Тон просто чудовищный. Просто чудовищный. Это реально атас. Просто как он есть. Вроде бы у меня здесь отёк спал уже, осталась только болячка. В общем, я начинаю снова с консилера. Запомните меня такой. А теперь вот так, и мне кажется, уже гораздо лучше. Я всё так же думаю, что брови в прошлый раз я немножечко перетемнила. Поэтому сейчас я сделаю их более лёгкими, воздушными. Вообще без нажима на карандаш. Просто заполняю пустоты. Ну вот так вот, я думаю, норм. Со второй не перемудрить. Вторая у меня, посмотрите, это реально жесть. Всё, я на этом остановлюсь. Вроде бы полегче это выглядит, чем в прошлый раз. Теперь снова проходимся гелем. Я подзачёсываю волоски привычно наверх. Вау-эффекта от этого геля нету. Скорее, недоумение. У меня ещё от этого геля очень сильно размазывается карандаш. То есть до него всё выглядело нормально. А сейчас как будто бы размазня какая-то, да, пошла. Это значит, что надо консилером опять всё подчищать. И, господи, я переживала, что мы сегодня сверлить не будем. Запомните мои брови такими. В принципе, они нормально уложены, прокрашены. Ну, в общем, посмотрим, насколько долго их хватит. У меня консилер, видите, скатался в колбаску. Я его здесь распрямляю. И перед нанесением макияжа на глаза я наношу базу для стойкости Urban Decay Potion. Тонким слоем на веки. Беру кремовый тень в оттенке номер 03. И простраиваю ими внешнюю часть глаза. Надеюсь, что они будут лучше работать, чем лавандовые. Беру кисть Bella от Небледной и начинаю распределять всё по глазу. Ну, кстати говоря, пигментация как будто бы вообще нормальная. Ну, растушевывается всё в достаточно полупрозрачный оттенок, но это, впрочем, и неплохо. То есть я вижу, где у меня плотность, она вот осталась. А дальше я просто сделала такой эскиз будущего макияжа. Да, бывают, конечно, более насыщенные кремовые тени, которые дают более плотный цвет. Но я думаю, что для сегмента подростковой косметики это неплохая пигментация. Но лаванда – это трэш. Как будто бы у меня волоски начинают как-то завиваться от этого геля. Бровь выглядит, как какой-то кудрявый баран. Не понимаю, очень странно. На нижнее веко тоже наношу. Очень даже неплохо смотрится сейчас. Я думаю, что даже наслаивать не буду. Меня устраивает такой результат. И оттеночек Автопати вот этот вот я набираю на кисть Хитти от Небледной. И начинаю закреплять нашу складку и внешний уголок. Мне хочется понять, можно ли этой косметикой накраситься как-то наверняка жизнеспособно. Оттенок Саботаж я бы тоже немножечко добавила на внешний уголок глаза. Прямо этой же кистью. Ну, кстати, очень неплохо выглядит. С оранжевым он смотрелся гораздо хуже. С оранжевым с блестками вообще-то. Ну да, вообще не дурно. Мне очень интересно, что у нас будет с сияшками. Я бы взяла оттенка 2. Мне интересен. Pink Rave у нас был в прошлый раз, да, кажется? Ну, давайте возьмем оттенок Cash. Вот этот вот. Я буду носить его с силиконовым спонжем. Мне кажется, я уничтожила рефил только что. Слишком сильно надавила, и оно все скукожилось. Немножко наслаиваю на центр века кистью. Внутренний уголок у меня не тронутый и не зря. Сейчас мы туда нанесем вторую сияху. Вторая сияха у нас будет вот эта вот Сабрина. И ее на уголочек. Что-то оттенок перелива как будто бы просто чуть-чуть более фиолетовый, более прохладный. Ну и база такая серебристая, в отличие от бежеватой. У оттенка, как его, Cash. Как будто одни и те же яйца, только в профиль. Оттенок Love Ya. Love You, типа Love Ya. Да, немножечко это сленг. Мы ее наносили в прошлом макияже. Оттенок Acquamarin мы тоже наносили. Оттенок Pink Rave мы тоже, кажется, наносили. Оттенок Crush голубой тоже использовали. По-моему, он мне понравился, кстати говоря. Давайте, может быть, его тоже немножечко нанесем по нижнему веку. Так, самую малость. Еще раз полосочкой прям тоненькой вот так вот по нижнему веку. В рефиле он выглядит, ну, не совсем жизнеутверждающе. На глазах он прям супер раскрывается. Я перенанесла консилер. Сейчас будем делать это. Наносить CC крем. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. Лучше нанести его тонко, чем наслаивать, получить какие-то скатывания. Я, пожалуй, сегодня не буду рисковать. Да, возможно, будут перекрыты не все несовершенства. Я, конечно, такого не понимаю. Типа, если уж тонироваться, то тонироваться. А вот эти вот полумеры... Ну да, возможно, для общего фона, как бы для выровненной кожи это ок. Но я люблю, когда перекрывается все. В прошлый раз, конечно, было сложнее, когда я себе всю морду расковыряла. И у меня там было столько несовершенств этих самых, что прям хоть стой, хоть падай. Сейчас я вроде подзажила за пару дней. Вот этот максимум. И то настолько это все сияюще выглядит. Прям вот некрасиво сияюще. Хоть бы немножечко какой-то фиксации, честное слово. Нет, я все понимаю, что это, скорее всего, так и задумано. Но... Ну, раз уж я купила, конечно, я сделаю обзор на это. Так, ладно, давайте не будем ныть все-таки, да, берем себя в руки. Смотрю, есть ли что-то, что мне хочется особенно перекрыть. Спонж, кстати говоря, у меня от Бернович. И как будто бы, да, все-таки я вижу, что средство чуть-чуть окисляется. Давайте я в каких-то местах немножко уплотню консилером. Можно же так сделать, наверное? И хоть консилер у нас тоже не фиксируется абсолютно, он тоже остается влажным, но все-таки плотности добавляет. Я беру бронебойную пудру от Худу Бьюти для бейкинга. Ну что мне еще можно сделать здесь? Поймите меня. Теперь муссовый бронзер вот такой вот. Конечно, страшненький уже стал. Беру кисть Ким от Небледный. Натираю конкретно прям этот бронзер. Слушайте, ну вот плотные кисти, кстати, получше как будто бы, да, даже оттенок есть. Беру муссовый румяна на вторую часть этой же кисти набираю прям вот так. Сверху прохожусь вот здесь. Оттеночек симпатичный, но мне кажется, что этих румяна, как и бронзера, надолго вообще не хватит. Там такой этот объемчик и расход огромный, чтобы пигмент хоть какой-то нанести. На лоб тоже немножко подснимаю. И теперь шлифуем все это сухими продуктами. Работаю кистью Норт от Наталины и Геворга. И буквально в тонким одним слоем притаптываю всю вот эту историю. Ну, вроде есть различия в оттенке, но не критично. Хватит. И у нас теперь... Блин, мне кажется, у меня уже зона под глазами заблестела. Смотрите, она реально уже начала блестеть и выглядит прям плохо. Да что ж такое-то, а? Я еще даже не докрасилась. Кстати говоря, верхнее слизистое я подвела черным карандашом. Ладно, продолжаем разговор. Беру румяшки. Ту же самую кисть, которая была у меня в прошлый раз, только теперь я не перебарщиваю. Буквально один тычок достаточно. Я вот так вот об крышку, пожалуй, подработаю продукт. Вроде бы хватит. Слава богу, что я сделала такой нюдовый макияж на глазах. Потому что если бы там было что-то яркое, то я уже была бы с небольшим переборчиком, наверное. Теперь хайлайтер. Помним наш прошлый экспириенс и аккуратненько с ним обходимся. Блин, в этой коллекции же есть пудра, которая живанши. А я забыла. А я забыла. Но я уверена, что та пудра бы ничегошечки не выдержала. Причем помните, как она повела себя тогда? Она подчеркнула мне вообще все, что можно и нельзя. Возможно, я ей припудрюсь попозже. Хайлайтер, который вот этот вот синий. Вообще, на самом деле, он розовый у меня сейчас сбоку. Я его натираю на веерную кисть экстра от Небледный. Погнали. Ну, кстати. Я теперь поняла, почему меня просили сравнение этого хайлайтера и одного из рефилов в палетке Lab Generation кругленькой. Сияние очень яркое у него. Я прям переборщила, да, наверное, опять? Ну, давайте здесь тоже немножко переборщим тоже. Немножко блестим. Чуть-чуть. У нас с вами еще есть аквалайнеры. Я, кстати говоря, совсем забыла про них. Сейчас вот иду за рюмкой воды, чтобы развести все это дело и нарисовать себе что-нибудь на глазах. Благо, вроде, макияж позволяет. Я хочу взять отсюда сияющий аквалайнер. Мне очень интересно, что он из себя представляет. Я окунаю кисточку в водичку и начинаю здесь. Это прям какая-то очень быстро тающая текстура. Давайте я постараюсь вам показать. Так, вот видите. Ну, ладненько, давайте нарисуем. Ну, допустим, где-то вот здесь ничего не происходит, да? Ну, допустим, вот такая вот полосочка. Кисть дико неудобная. Просто я не могу даже перехватить ее как бы. Ну, с моим маникюром это непрактично немножко. Но реализуемо. Ну, вот такая вот получилась история. Кисточку очищаю и залезаю, давайте, в темно-розовый цвет. Вот я здесь ее ложу. Вообще, палетка эта похожа просто на палетку теней. Давайте сделаем вот такую вот историю. Так, я сделала себе, в принципе, довольно симметричные стрелочки. Такой нюдик. Я говорила, что сделаю нюдик, да? Ну, вот я его и сделала, собственно говоря. Надо же пудру забыть. Ну, лохушка, конечно. Ну, извините меня, пожалуйста. Так, я сейчас намешиваю себе третий аквалайнер. Я думаю, сделаю стрелочку из пересечения вот этой стрелочки. Тоже, типа, такую. Симпатично? Вроде симпатично. Для затеста, мне кажется, этого достаточно. Нужно же еще обычные стрелки нарисовать. Мне кажется, что их я бы сделала еще более вот такими вот. Хоба! Подводочка мне очень, конечно, нравится. В отличие от тона, просто все поры, все видно. Все опять вспотело, уже намокло. Внутреннюю стрелку обязательно прокрашиваю. Слушайте, ну, это просто смешно. У меня лоб, посмотрите, как вспотел. Вы помните, да, что я села что-то в три часа краситься? Блин, телефон у меня на заряд. Время сейчас 17.10. Вот на компе я смотрю на часы, и как бы я запудрилась. Плотной пудрой от Худо Бьюти. И я просто уже опять блещу, как не в себя. Это трэш. Если бы тон был нормальный, подходящий мне, я бы так не потела. Ну, потому что времени прошло совсем чуть-чуть. Мне нравится макияж глаз, но мне настолько не нравится покрытие, что как будто бы все меркнет. Ладно, давайте я припудрюсь. Я высыпаю себе пудру. Набираю прямо из центра. Вырабатываю, чтобы не было яркого пигмента. И тоненько прохожусь. Пудра очень сильно выбеливает. Я знаю, что у меня еще не нанесена тушь, но сейчас я это исправлю. Аквалайнеры мне понравились. Вообще рабочие полностью. В принципе, выглядят они здорово, довольно ярко и беспроблемно все нарисовалось. Кисточка очень маленькая по размеру, очень дешево ощущается. Но в целом, как инструмент для рисования, вполне себе ничего. Я подкручиваю ресницы и беру тушь от Isamai. Вообще здесь должен быть пирсинг. Я его вытащила и вставила себе в ухо. И потеряла. Вот. Я заказала себе на Wildberries очень похожий. И вроде бы даже подходящий по диаметру. Скорее всего, это будет то же самое. Вот мы и проверим. Кстати говоря, мне просто очень интересно. И очень жалко потерянную сережку. Говорят, что тушь полный отстой. Цена у нее в золотом яблоке 3000 рублей. Мне интересно, что в ней конкретно отстойного. Я просто не верю, что продукт, ну типа туши, за 3000 рублей может быть прям плохим. Ну типа, как так-то? Ну, кисточка классная. Сам продукт мне нравится по консистенции. Пока что. Ткнула себе в глаз. Блять. Блин, у меня сейчас слеза потечет из внутреннего уголка. Вот тут вот я почище потом ершиком, когда тушь засохнет. Но это было неприятно. Кисточка классная, довольно острая, скажу честно. Просто я вообще не понимаю, какие ожидания должны быть к туши. Что она должна делать, чтобы быть классной. Очень длинные получились нижние ресницы. Лучше бы их ватной палочкой так вот подубрать. Тушь вообще прикольная. Мне нравится, ничего не знаю. Давайте губы сегодня сделаем 0,2 карандашом. У нас был в прошлый раз, кажется, 0,4. Я опять блещу, господи. Когда это закончится? Как плохо смотрится зона под глазами. Как-то так вышло, что я случайно полностью закрасила себе губы. Я даже не осознала этого в моменте. Ну, кстати говоря, выглядит не так уж и плохо. Хотя я такие цвета на себе не люблю, но это имеет право на существование. Не то, что си-си-крем. Давайте сделаем розовую серединку вот такой вот помады с сердечком. Посмотрите, какая она прелестная. Это оттенок 03 Barb's Dream. Барби на мечты. Ну да, розовая серединка будет здесь в тему. Но учитывайте, что карандаш у нас в качестве подложки. Без карандаша оттенок будет более розовым прям таким. Ну, не прям в рыве глазном. Я бы в рыве глазном не взяла, но все равно розовый был бы более ярким. Запшикаю себе корни вот здесь вот около лица. Потому что я представляю, что в этом жирном тональнике у меня все волосы еще быстрее запачкаются у лицевой зоны. Мне нравится макияж глаз. Мне даже нравится макияж губ. Тут у меня какая-то прощелыга опять, походу. Прям во время макияжа выскочила. Ну, короче, ребята. Мне дико не нравится. Вы сами знаете, что. Хайлайтер меня устраивает. Румяна, бронзер. Все ок. Но то, на чем все это лежит, это трэш. Извините меня, пожалуйста. Причем консилер тоже не фонтан, если честно. Это все очень легкие, какие-то полупрозрачные, сияющие текстуры для людей, у которых кожа идеальная. Просто идеальная. И хочется слегка припорошить ее зачем-то, какой-то косметикой. Потому что ни покрытия, ни вообще какой-либо красоты в этом нет вообще. В общем, ладно, я не буду нагнетать прям так сильно. Хотя очень хочется продолжить. Давайте посмотрим на макияж при жестком свете. Сейчас мы, наверное, просто охренеем. Глаза сияют красиво. Смотрите, дуохромчик. Хоба. Хоба, да, какой-то розово-желтенький. Фиолетовый на уголках тоже симпатичный. Голубой на нижнем веке тоже симпатичный. У меня не прокрашена нижняя слизистая. Вот это поворот. Давайте прокрасим розовым карандашом из коллекции UFO Beauty Bomb. Хайлайтер, конечно, огонечек. Вон, розово-голубой. Дуохромец знатно. И красиво очень вообще выглядит на коже. Как будто такая зеркальная гладь, смотрите, да. И неон, фиолетовый какой-то вылезает. В общем, румяшки тоже кайф. Которые клубнички, бронзеры. Оба хороши. Но, видите, если плотной кистью кремовый наноси, то как будто бы даже есть какой-то оттенок. Он такой, знаете, песочный. Но для меня он светловатый. Только в качестве подложки под сухой, конечно, может подойти. Брови держатся. Все ок. Аквалайнер плотный, хороший, не трескается. Сияющий норм и розовый норм. Ну, короче, все как будто бы зашибись. Знаете, в чем феномен? Я записала кружочек Telegram с этим макияжем. Мне писали, какой красивый макияж. Я записала мужу кружочек. Он такой, какой красивый макияж. А я понимаю, что у этого макияжа такая поднаботная, что аж плакать хочется. Ну, то есть, реально, если бы это было холеное сияние, ухоженная, здоровая кожа, это одно. Но я просто вспотела. Ну, как будто бы вспотела. То есть, я же припудривалась при вас и салфетками промакивалась. Не помогает. 6 часов 10 минут. Я сейчас бегу на почту, потому что она работает до 7. Мне нужно кое-что срочно забрать оттуда. Поэтому я сейчас вам показываюсь. Мы фиксируем макияж на 6 часов вечера. Но, конечно же, я в нем сижу уже, как бы, достаточное количество времени. Сами понимаете, я все долго делаю. Но будем исчислять, наверное, давайте от этого момента. Мне кажется, что было бы честно убрать еще часика полтора минимум. Ну, ладно, не будем об этом. 18.39, я выбегаю из дома. В общем, все смотрится нормально. Вообще, ну, как бы, все сейчас, кому я записывала кружочки. Мама, муж, подруга. Ты скажешь, что макияж очень красивый. Телеграм-канал, я скажу, что макияж красивый. Магия какая-то, на самом деле. Я бы так отчехустила, а он вообще красивый, да? То, а хромчик есть, он прикольный, в принципе. Просто прикольный. Без восторга, естественно, но и палетка как бы бюджетная, да? Кстати говоря, я когда сзади оторвала магнитную вот эту вот наклейку, оторвался картон от палетки, представляете? Камеру вниз опустила, увидела, что там какой-то из переливчик чуть ли не в зеленый цвет, представляете? Вот, смотрите, как красивый дуохром. И как-то вот я так повернулась, что он в какой-то такой болотный цвет немножко отливает. Если что, то у меня еще вот тут вот источник дневного света есть. Слушайте, ну, неплохая тенюха, неплохая. Главное, чтобы не скаталась. Вроде пока что не похоже, что она собирается это сделать. В общем, вот так, смотрите, хайлайтер оба. И даже немножко как будто розовый, да? Вот, розово-голубой ярко прям. В общем, это реально неплохо смотрится. Ладно, даже получились стрелки аквалайнером нормальные. Конечно, на дневном тоже все вот эти вот тучки под глазами, да? Видите, некрасивая текстура, все это тоже очень хорошо видно. Зато посмотрите на карандаш нижний слизистый. Как ярко он переливается. Здесь зеленый, а здесь прям розово-желто. Вау, зеленый. И да, карандашик бомба. Итак, ребята, время 22.26 сейчас. Я все еще так же блещу, но вроде хуже не стало. Стрелки аквалайнером на месте. Сияха не скаталась до охраны, все еще так же, как и было. Стрелки внутренние на месте. Тушь не осыпалась. И сама я напоминаю. Брови стоят. Лоб блестит, но я с этим делать ничего не буду, потому что... Потому запудривает такой сальный тон мне. Мне кажется, что это как минимум не полезно, потому что просто забиваются поры. Я не утверждаю, что это так, мне так кажется. Ну просто типа лицо какое-то грязное, ты еще припечатываешь, что грязь пудры. Короче, я не хочу, извините. Хайлайтер блестит как не в себя, абсолютно так же, как и блестел. Румяна на месте, бронзер-контур на месте. Даже карандаш еще остался, но, конечно же, блеск я съела. Потому что я ела внезапно. В общем, макияж на мне 4,5-5 часов. Я считаю, что это хороший результат. Еще бы он был плохим, блин, 5 часов это совсем немного. Но мне нравится, что даже карандаш по контуру остался, и он выглядит до сих пор хорошо. То есть органично, не как-то плохо. Бывает такое, что косметика смывается по-уродски, да. А этот прям смывается очень даже красиво. Он классно очерчивает контур губ, мне кажется. Сиси-крем, конечно, полный отстой, но в таком освещении выглядит норма. Время сейчас 00.40, и вот макияж. Румяна, хайлайтер, тени, стрелки, брови, даже карандаш для губ. Все на месте. Но сейчас свет включен такой довольно резкий и, скажем так, большой. Но если мы сделаем вот так вот, то все. Магия, все гораздо лучше смотрится. И макияж, можно сказать, не пострадал. За такое количество времени все на месте. Все красиво, все сияет где надо. И держится стойко где надо. Короче, как будто бы все ок. Но все равно к Сиси-крему у меня есть вопросы. Потому что даже так видно, что у меня вот мои мелкие всякие прыщички, они все видны. Всякая краснота прослеживается. Но в принципе все, кроме Сиси-крема, показало себя хорошо. Без каких-то нюансов. Это не выдающиеся продукты, но они неплохие. Посмотрите, какие красивые румяна. А какой хайлайтер вообще. И даже оттенок бронзера в зоне скульптора выглядит хорошо. Но в лифте уже видно, что все блестим неприлично. Ну прям неприлично вообще. Тушь, кстати говоря, очень классная. Посмотрите, какие реснички. Аквалайнер на месте. Подводка. Тени матовые, сияющие. Ничего не скаталось, ничего никуда не делось. Может быть, это, кстати говоря, тушь. Да, это же тушь. Тварь какая-то. Посмотри, все-таки не так уж она хороша, да, получается. Итак, время у нас 0056. Походу все-таки. Давайте сейчас уже смажем все. Я думаю, что это была тушь, честно говоря. Если она посыплась, то это, конечно, хреново. Потому что, извините. Тут можно вот так вот снять кожу. И вот как бы, да. Моя голая сальная кожа. Подводочка в идеале. Вообще все с ней супер. Могу попробовать ее даже стереть. А она... Ну так себе, конечно, стирается. Ну все, это уже краш-тест такой, вы понимаете, да? Аквалайнеры тоже. Просто домой, как бомжик. Сейчас Миша спросит, Настя, ты где была? Я делала краш-тест. Миша, извини. Короче, ну вы понимаете. Подводка довольно стойкая. Румяна есть. Хайлайтер есть. Вот это все есть. Контур. Дуахром переливается. Вот смотрите. Думаю, что вы уже не первый день живете и все понимаете, что это для косметики декоративно. Неплохо. Она бюджетная, но на свою цену неплохая, мне кажется. Все-таки такой мой вердикт. Сейчас будет часть со сводчами, просто под музычку посмотрим на карандаши, на продукты для губ, которые у меня есть и на тени с хайлайтерами. Эти же самые сводчи, только в формате фотографии, можно будет найти в моем телеграм-канале, ссылочка на него будет внизу в описании под видео. Я ничего комментировать не буду, обсудим все в самом конце ролика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сводчи посмотрели, теперь, конечно же, голосование за тот макияж, который понравился вам больше всего в этом видео. Их было всего три, но ничего страшного, я думаю, что здесь тоже есть из чего выбрать. Мы будем обсуждать цены из моего чека, да, из вот этого вот, но, ребята, там скидка 20% на товары. Карандаши без скидки 169 рублей, мне они вышли в 135 каждый. Карандаши неплохие, оттенки спорные. Третий, я вообще не поняла, честно говоря, он даже не в цвет кожи, он просто какой-то очень странный, возможно, для очень-очень светленьких девочек это будет красиво и как-то актуально, но мне это не очень понравилось. Самый нормальный, мне кажется, это второй, но он такой лилово-прохладный, для тех, кто любит рупничковые такие оттенки, и мне понравился четвертый, наверное. Короче, все, кроме третьего, норм, но, возможно, опять же, третий кому-то и подойдет. Карандашам я ставлю зачет за свою цену, это вообще отлично. Кремовая помада Legally Blonde, вот такие вот помады-сердечки, у меня оттенок номер 01 и 03. И я свочи всех продуктов, опять же, делала у себя в Телеграм-канале, там прямо в магазине стояла, мазала все на руку и показывала это вам. Вот, кстати говоря, по-моему, фотография, на которой у меня видно оттенки, карандаш для бровей там в первом оттенке есть и всякие вот продукты для губ на этой руке со свочами есть. И, в общем-то, эти помады, ну, обычные, нет ничего, вау. Стоимость 399 рублей без скидки и 319 со скидкой. Ну, что ж, за три сотки, в принципе, норм, вообще неплохо, но и не как-то очень хорошо. Оттенок, который номер 01, очень даже приятный, такой нюдовый, коричневый, 03, барби-розовый. Ну, а 02, по-моему, у нас там оранжевенький такой, персиковый. Хэзэ, я бы второй раз не купила, честно говоря. Такие помады Beauty Boom делают в каждой коллекции. В Юфу они назывались, кажется, лаковые помады здесь. Это вот такие вот с сердечками, ну, в общем, окей. Карандаш для бровей. 349 рублей со скидкой 279. Это очень хороший карандаш. У него реально очень острое вот это вот лезвие. Есть щеточка, в принципе, все, что нужно для счастья. И у него оттенок неплохой. Можно наслаивать и получить почти черные брови, как я сделала в первом макияже. А можно нанести более легкой рукой, скажем так, немножечко волосков себе добавить. Тогда будет уже более жизнеспособным для такого оттенка, как у меня. Опять же, вот это же моя рука. И там сводчик карандашей в оттенке номер 01 и 02. Но карандаш мне очень понравился. Я купила себе дубль сразу в магазине, потому что я поняла, что это что-то уникальное по толщине, точнее, по тонкости грифеля в моей коллекции. Реально карандаши, которым хочется пользоваться. Даже мне, хотя я им вообще не пользуюсь. Палетка аквалайнеров. 359 рублей со скидкой, 449 без скидки. Очень классные аквалайнеры. Если вам хочется вот такие вот оттенки аквалайнеров, вот в таком формате, то, в принципе, они отлично работают. Стоит она своих денег или нет, судите сами. Я вам все показала и рассказала. Так, следующая помада Gossip Girl. Ну, это вообще, на самом деле, что-то странное. Очень мало пигмента. Очень много раз наслаивала для видео со сводчами. И при наслоении получается такая текстурка какая-то не очень симпатичная. Так что, хрен знает, мне гораздо меньше она нравится, чем те же помады с сердечками. А стоимость ее, сейчас скажу, 319 рублей. Ну, то же самое, короче, 399 и 319. Абсолютно идентичная цена. Ну, если уж выбирать, то я бы взяла, наверное, все-таки сердечки, чем Gossip Girl. А, это помада Balsam. А та именно помада кремовая. Поэтому, собственно говоря, в ней и пигмента меньше. Ну, тут опять же, кому что нравится. Кому нравится поплотнее, кому нравится полегче. В общем, тут, как всегда, принимайте решения за себя сами. Что вам больше по душе. Румяна с клубничками, я думаю, что это именно та позиция, за которой все будут, ну, типа, охотиться по магазинам. Что-то как-то вот больше прям ничего я не запомнила. А, хайлайтеры. Хайлайтеры и румяна, наверное, да. В этой коллекции это звездочки так называемые. Очень классные румяна. Яркие, пигментированные, выглядят красиво. Даже после того, как я их уже пару раз потыкала довольно плотненько, рисунок не стерся, все на месте. Я просто вот так вот не терла их кистью, а прикладывающими движениями. Этого более чем достаточно, потому что они очень пигментированные. И очень красивый цвет в итоге получается. Единственное, что на этих клубничках блестки, но я так понимаю, что это напыление, потому что... А, смотрите-ка. Вот, видите, клубничка стирается. То есть клубничка это в принципе напыление. Оно уйдет. То, что оттенок клубничный, это тоже испарится. Хрен знает, короче. Давайте мы потрем эту клубничку до конца. Ну все, походу вот я посвотчила. Вот и не осталось клубничинки. Ну что ж, получается, будут просто розовые румяны вот в оттенок рефила, да? Потому что, в принципе, ну сколько надо попользоваться? Недельку, наверное? Ну две, может быть, чтобы стереть это напыление совсем. Блин, клубнички добавляли красивый цвет, поэтому как-то жалко немножечко. Ну ладно. В такой моменте, короче, здесь есть. Румяна стоит 449 рублей, 359 со скидкой. Ну норм, норм. Я считаю, что за такую стоимость это вообще подарок. Ну реально хороший румяна, красивый пигмент. Ну вот эти блестки на клубничках мне совершенно не нравятся, потому что я смахиваю блестки после макияжа глаз, а они, блин, добавляют в рефил и в таком количестве, что это выглядит реально как будто бы осыпание. Так, бронзер Call Me Maybe. Это вот этот вот бронзер. Кстати говоря, очень даже неплохой этот бронзер. Единственное, что здесь тоже какие-то блестки, но это другие блестки. Эти блестки для того, чтобы текстура лучше тушевалась, мне кажется. Обычные для этого добавляют. В контуре от Доб Косметикс тоже есть мелкие блесточки. Они не видны на коже абсолютно. Красивый бронзер, классно работает. Я рекомендую его для всех, кому бронзеры нравятся. Оттеночек у него очень хорошенький, без кирпичности, без краснинки. Он совершенно вообще, мне кажется, даже не теплый. Он какой-то нейтральный, наверное, да? Классный бронзер, короче. 399 рублей. Ну как помада. Если выбирать помаду или бронзер, то, конечно, бронзер берем. Пудра рассыпчатая. Это прикол. Это купить можно только ради того, чтобы оно стояло и напоминало ненавязчиво Живанши. Если кто-то не понял, то вот пудра оригинальная. Смешная граммовка. 5 грамм. За сколько денег, извините? 429 рублей. Пудра оригинальной Живанши. 12 грамм. И стоит она, конечно, 6500. Но это в золотом яблоке. Я уверена, что можно дешевле купить. Но в любом случае это забавно. Но она не работает, так как мне, по крайней мере, нужно, чтобы сдерживать сало на моей коже. Ну, либо же на этом сисикреме просто ничего не работало. Короче, пудра. Мне не очень понравилось, что она еще и выбеливает сильно. А мне это как бы не очень актуально. Я не люблю такой эффект на своей коже. Но упаковка милая. Я люблю все миниатюрное. Вот все, что маленькое такое. Знаете, какие-то карликовые версии. Мне нравится очень сильно. В пудре от Dope Cosmetics 30 грамм продукта. И стоимость у нее 2808 рублей. Цена за грамм получается 93 рубля. В Beauty Bomb же 85 рублей за грамм, если считаем по полной цене. Ну, в общем-то, по-моему, лучше купить Dope. Она блюрит классно, у нее нейтральный оттенок, невыбеливающий. Но, возможно, для тех, у кого прям белая кожа, она даст оттенок вот такой вот, как она есть. Так что нет, я бы, конечно, лучше купила себе Dope, если честно. Но, опять же, это просто прикол. Называется она MP4. Тональная основа для лица. Ненавижу. 499 рублей. Пока это дороже всего остального. Ну, это трэш. Нет, ну, по крайней мере, мне это трэш. На жирную кожу, на комбинированную кожу, это вообще, это нельзя, там, запретить законом нанесения этого крема на жирную кожу. Я не могу его оценить объективно, потому что, ну, тут, в принципе, объективность нереальна. Так как кожа у нас у всех разная, и для меня это жесть. Я уверена, что для всех остальных, у кого такая же кожа, как у меня, или приближенная, да, хотя бы комбинированная, нет, не покупайте. Только для пересушенной, для какой-то кожи. Просто это жирный какой-то тонак, который плохо перекрывает, и я вообще не знаю, кому это может быть надо, честно говоря. Давайте мы пропустим этот продуктик, потому что недостоин он внимания, как по мне, опять же. Гель для бровей. Мы помним, да, что здесь продуктов в два раза меньше, чем в остальных гелях от Beauty Bomb. Гель для бровей 349 рублей со скидкой 279. Сейчас попробую найти цену на какой-нибудь другой гель от Beauty Bomb. В этом геле тоже 9 мл я нашла, и цена у него 333 рубля. То есть, получается 37 рублей за мл, а здесь у нас, извините, 77. Не хотите ли в два раза с лишним больше? Нет, это жесть. При том, что он не держит как-то супер-вау. Мне очень нравится гель Supernatural, и мне нравится гель, который клубничками пахнет тоже, по-моему, из дачной коллекции какой-то. И они классные, и они хорошо держат. Так что нет, я считаю, что это вообще перебор какой-то, и точно того не стоит. Мусс румян. А, это мусси-джуси. Это они так джуси написали? Мусси-джуси написано в чеке. Я ни за что в жизни по этому шрифту не поняла, что это слово джуси. Мусс румяна. 399 рублей. Неплохие румяна. Сколько граммовка, интересно? 3,5 грамма. Ну, например, в чек-стайлере от Небледный 5 грамм. В принципе, румяна неплохие. Ну, как бы неплохие, просто очень светлые для меня. Но плотной кистью можно набить довольно интенсивно, и будет неплохо смотреться. Муссовый бронзер тоже самое. 399 рублей, 319 со скидкой. Опять же, могу сказать, и здесь тоже самое. Оттенок легенький, но для светленьких девочек очень хорошо, может зайти. Опять же, плотной кистью наносится плотно. Блеск для губ будущие Милфы. Кстати говоря, прозрачный блеск мне очень понравился. Аромат у нее какой-то, жвачки. Ну, такой химозный, конечно. Ну, неплохие блески. Прозрачный лучше, чем коричневый. Прозрачный у нас в оттенке номер 04 Diamond. Ну, вполне себе ничего. Наверное, я бы даже пользовалась им. 359 рублей, 287 со скидкой. Купите лучше себе будущих Милф, нежели все остальные продукты для губ, которые, по крайней мере, были в этом обзоре. Реально нормальный блеск. Пигмент здесь присутствует. Легкий, конечно. Не такой коричневый, как у флакони, но все равно он здесь есть. И это хорошо. Прозрачный, классный. Красивый сделал губы, скажите. Ну, вот, давайте фоточку покажу вам. По-моему, супер. Очень симпатично смотрится. Так, тени, пигмент. Ребята, мне дико стыдно, конечно, что мы их не рассмотрели. Я просто не знаю, куда мне уже впихнуть этот момент с этими тенями. Я, наверное, в телегу вставлю момент за тестом этих теней. Хотя бы денек я как-нибудь их накрашу на себя. Постараюсь в ближайшее время, но очень сложно обещать, потому что у меня расписаны съемки, как бы на ближайшие дни. Мне нужно эксклюзивно буси снимать, то есть я не могу уже целый день ходить с этими тенями. Так что сейчас сложновато у меня. Лимит времени на обзор Beauty Bomb у меня исчерпан по полной программе, поэтому, к сожалению, не протестировали. Но очень странная текстура и весьма сомнительная, честно говоря. Прямо мне кажется, что не продержится. Ну, ладно, попробуем. Давайте попробуем. Дайте мне время, подписывайтесь на Телеграм, и я нанесу их как-нибудь в кружочки на целый день, похожу с ними и буду отчитываться вам прям там в прямом эфире. Подписывайтесь, подписывайтесь, там у меня вообще интересненько довольно. Бальзам для губ Candy Shop. Это что такое? А, вот, Pet Magrat. Ну, правда, похоже на упаковки Pet Magrat, только она такая Pet Magrat курильщика немножко. Неплохой эффект на губах, опять же, такой немножко глянцый. А то немножко глянцый, чуть-чуть, самое малое. У нас, конечно, нормальный глянц дает вот этот вот блеск с милками. Но здесь норм. Он выглядит дешево, безусловно, упаковка прям такая, ну, хлипенькая. Но очень красивый сам вот стик. Мне нравится, что он такой непрозрачный, а фиолетовый какой-то синий. Но вот это меня только и подкупило, на самом деле. Ну, люблю я синий цвет. Ну, серьезно, прям нравится он мне. Запах непохабный, кстати говоря, и вкуса у него нет, что очень важно. Потому что, я помню, был как-то такой тоже блеск, бальзам точнее, в этом самом в Соде, в бренде, или Туалевском, он просто был дико горьким, на вкус это было нереально его носить, потому что, не дай бог, ты лизнешь его. А это же, ну, постоянно происходит. Ну, ты волей-неволей губы свои, с губ что-то слизываешь со своих. И это была жесть. Этот вообще на вкус никакой, и запах у него нейтральный. Возможно, пахнет резиной немножечко, да, что тоже не очень приятно, согласитесь. В общем, не знаю, такая трата денег, конечно. Цена у него 399 рублей. Пропустите, не надо тратить на это, правда, не надо. Возьмите лучше бронзер или румян. Что у нас там осталось? Палетка теней для век, Bubble Gum Witch. Ну, я показывала на свотч-видео, что у меня, видите, здесь вот эта вот магнитная наклейка, и она наклеена на картон, соответственно, она отрывается вместе с картоном. Товарный вид потерян, все, этим уже... Ну, не то, что неприятно пользоваться прям, но кому-то это будет критично, я уверена. Что и по палетке. На свотчах эти сияшки прям неплохие, согласитесь. То есть, на пальце вообще было космически абсолютно, они прям доохромят ярко, и причем прям прикольно. И с фиолетового в зеленый какой-то, да, которого на глазах вообще почему-то не видно, кстати говоря. Хотя я носила пальцем сияшки прям по вашим заветам. Не знаю я, ну, вроде нормальная палетка. Сколько она стоит? Давайте посмотрим. 1399 рублей. 1119 со скидкой. Вообще отлично, со скидкой норм. 1119. Ну, 1400 тоже, наверное, норм. Такие скромные доохромчики. С этими сиянями можно сделать красивый макияж? Можно. Абсолютно без проблем, в принципе. И матовые здесь неплохие. Но вот лаванда мне совершенно не понравилась, даже причем на карандаш на тени. Это тоже был трешак. Тут еще мы перейдем к этому. Подождите, подождите. Коричневые неплохие здесь, кстати говоря, очень даже. Оттенок вот светлый матовый тоже неплохой. Он классно растушевывает. Розовый не очень. Да, помните, что он даже не мог ровно мне лечь на внешнюю сторону глаза. Но сияшки, блин, ну, наверное, это неплохая цена за доохромчики. Единственное, что здесь вообще никак не доохромит, это вот фиолетовый оттенок. Ну, и оттенок аквамарин. Ну, как будто чуть-чуть, да, все-таки что-то чуть-чуть есть. Такой доохром, знаете, из бирюзового... Да нет, это не доохром, это просто блестки так блестят. Да, это просто блестят так блестки. Нет, это не доохром. Аквамарин и лавья – это не доохромы. Ай, ну и оранжевый с блестками. Зачем и нахера вопрос? Оранжевый с блестками. Ладно бы они смахивались. Они не смахиваются. Ну, тоже типа как акцент на подвижное веко. Концепция прикольная, да. Меховая палетка, кстати говоря, ничего не напоминает. Мне так очень напоминает. Тоже вот с коммуниздели дизайн получается, да. Упаковка выглядит дешево, конечно. Этот мех. Не пришепите рукав. Странновато. За попытку сделать что-то такое прикольное – зачет, конечно. Но исполнение оставлять желать лучшего. Как по мне. Кремовые тени в стике. Go girl. Хорошо, что не go-go girl. Было бы странно. Косметика все-таки для детей, ну, для подростков. Я не взяла бронзовый сияющий оттенок. Я его пропустила. Лучше бы и лавандовый, в общем-то, не брала, потому что трата денег пустая, как казалось. Реально, это не пигмент. Это какой-то, не знаю, как будто ты помыл руку уже, и там что-то осталось не смытое. Вот так вот выглядят эти тени, когда ты их растушевываешь. А не растушевывать их нельзя. Ну, нет, возможно, можно, но это некрасиво. Хочется то, чтобы все было плавненько и симпатично. Здесь не получилось. Кремовые тени в стике. Сколько? 439 рублей. Я думаю, рублей 200. Ну, типа, самая дешевая, я думаю, эта позиция. 439 рублей? Нет. Нет. Ну, коричневый может быть. Знаете, для облегчения жизни. Ну, по сути, легче выстроить эскиз себе на глазу. Сначала кремовым тени, а потом просто прихлопнуть это матовыми. Тут пигменты-то сгулькин хрен, честно говоря. Ну, не знаю. Блин, ну, как-то нет. Ну, не за 400 рублей. Со скидкой 351. По первому чеку все, мы прошлись. Без скидок мне бы все это добро вышло в 10729. Скидка вышла 2145 рублей. А сам чек на 8500. У нас остался только хайлайтер. Я ездила за ним в другой магазин, потому что вот там, где я покупала все, его не было. И я объездила еще парочку перед тем, как закрыть эту историю. Хайлайтер у нас без скидок стоит... Где он? Где эта звезда коллекции? 525 рублей он стоил, и мне вышел в 420 рублей. Очень хороший. Наверное, я даже продавать его не буду. Хотя нахрена он мне тоже непонятно, честно говоря. Вот зачем? Для каких целей? Как будто у меня нет таких хайлайтеров. Как будто у меня нет калейдосов. Давайте мы сравним сейчас синий рефил отсюда с рефилом из палетки Lab Generation. Вот эта палетка. Ну, единственное, что вот визуально выглядит совершенно по-разному. Конечно. Потому что разная цветовая подложка. Этот ощущается более гладким. Этот хайлайтер сильно более шершавый, как будто бы. Разница присутствует. Давайте будем смотреть через зеркало. Вот. Сверху у нас Lab Generation, снизу Beauty Bomb. Оттенки отличаются. Сияние по интенсивности, в принципе, примерно одинаковое. Что-то есть общее в них. Все засвечено. Вот так вот вроде. Разница есть. Большая. Причем Lab Generation более голубой. А этот прям фиолетово-розово-синий такой, да, как будто. В общем, Lab Generation, да, а хром это не так явно, мне кажется, как Beauty Bomb. Вообще все оттенки в этой палетке прикольные. Это, конечно, прям звезда. Да, он даже вот так вот у него даже немножечко уходит. Вот как доп косметик с такой желто-персикой, наверное, да, это можно назвать. Такой нежно-розовый. Палетка хайлайтеров, наверное, это фаворит в этой коллекции наравне с румяными клубничками. Еще мне здесь денег не жалко на карандаши для губ, карандаш для бровей однозначно. Ну, румяна и хайлайтеры. Что, в принципе, норм, но мне просто не очень нравится. Это муссовые бронзеры и румяна, потому что оттенок немой, но объективно они неплохие. И также палетка теней. Тоже норм. Ребята, подводка. Подводка, представляете? А мне что, ее не пробили, что ли, или я пропустила в чеке? Подводка для глаз. Girl Power. Есть. 425 рублей. Нормально. Я покупала, кажется, Акробат Вен Сабо за рублей 150 на бегомаркетинг. Но это был какой-то аттракцион невиданной щедрости. Вообще, этот Акробат стоит рублей 600, кажется. Поэтому 425 за такую подводку, это, в принципе, неплохо. Я считаю, что да, это отличная цена за хорошую подводку, которая тонкая кисточка и вообще классная подводка. 425 рублей отличная цена. Так что, если у вас заканчивается Вен Сабо, либо Стеллери, то берите. В принципе, отличная альтернатива, ничем не отличающаяся, по сути. Консилер не проговорили. Где? Я прям вообще какая-то лохудра, конечно, да? Все пропускаю. Консилер Poker Face. 399 рублей. Консилер лучше, чем тональный. Говорят, 0,1 накохисляется сильно, поэтому намажьте себе в магазине его и походите с ним хотя бы минуточек 10. Посмотрите, как он будет себя вести на вашей коже. Он неплохой, он прикрывает что-то, просто он очень влажный остается, не фиксируется тоже. Это, конечно, продукт такой, знаете, для молодой кожи, у которой особо нет нюансов. И не для жирной, ребята. Для жирной вообще не подходят эти кремовые продукты тонирующие, это ужас. Пудра чисто побаловаться. Продукты для губ баловство тоже. Гель для бровей просто какой-то хипаста, если честно. Объем в два раза меньше урезали, а цену забыли пофиксить, понимаете? Вот интересная такая ситуация, конечно, получилась. Сухой бронзер неплохой, аквалайнеры неплохие. Тут уже по своим потребностям, да, что вам надо, что не надо. В общем, ребята, такой обзор у меня получился. Надеюсь, что вы провели время с пользой, с удовольствием. И если это так, то, пожалуйста, не поскупитесь, поставить лайк и написать комментарий. Проголосовать за макияж, которым понравился вам больше всего. Ну, либо просто оценить эту коллекцию как-нибудь текстом здесь под видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Есть огромная масса крутых обзоров на бюджетную косметику и не только. У меня есть много интересных брендов, о которых вы, возможно, еще не слышали, но вы точно не пожалеете. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока!